Нихао! Именно так, по национально-колоритному, с размахом русской души, встретили китайскую делегацию из 28 человек в Одинцовской лингвистической гимназии с караваем и солью. Эта традиция корнями уходит в далекие времена, и теперь гости с ней познакомились лично. После того, как свежеиспеченный каравай был испробован, всех ждали в импровизированной столовой, которую организовали в зоне выставочного зала. Там делегация из дружественной страны смогла подкрепиться перед весьма увлекательной экскурсией. Инициатором был губернатор Московской области, была министра образования Марина Борисовна Захарова и, конечно, Андрей Робертович. Поэтому мы, Одинцовский район, являемся вот такой пилотной площадью, где у нас сегодня в гостях не просто экскурсия, это не просто. Они увидят мастер-класс и они примут это все во всеоружие в своей педагогике. Перед экскурсией руководители китайских школ вместе с нарядно одетыми учащимися гимназии приняли участие в увлекательной фотосессии, времени на которую было выделено немного. Вскоре началось самое интересное. Гости из Китая посетили уроки математики, информатики, плавания, английского языка. Они побывали в спортивном и хореографическом залах. Также им показали стоматологические и медицинские кабинеты. Ну и, конечно, гордость школы – бассейн. Затем руководители из китайской провинции Циан-Су пригласили в актовый зал. Фильм о системе образования Одинцовского района, выступления юных артистов-воспитанников круглой школы равнодушными гостей не оставили. Мы совершили экскурсию по гимназии и нам очень хотелось показать, что у нас дети не только учатся на учебных предметах, но еще и дополнительно занимаются различными видами деятельности, развиваются. Как признается Чэнь Ю Джао, такой опыт международного общения крайне необходим. И пообещал по приезду на родину начать воплощать в жизнь самые интересные и запоминающиеся идеи. Мы приехали сюда, увидели очень много чего-то, которое мы можем учить. Мы тоже здесь получили очень много опыта для наших делегаций, лекторов. Мы сейчас уезжаем в Китай, мы будем дальше работать с помощью этих опытов и хотим дальше, потом еще раз приехать в Россию, еще дальше сотрудничать с вашими школами и на будущее, чтобы вы тоже к нам приехали. Алексей Юдин, начальник управления международного сотрудничества университета, в свою очередь добавил, что уже готовы проекты по созданию детских садов и школ в Одинцовском районе, где будут обучать китайскому языку. Наш муниципалитет в этом направлении является пилотной площадкой, отметила начальник управления образования районной администрации Ольга Ляпистова. Этот проект на сегодняшний день удался. Одинцовский муниципальный район – один из самых крупных в Московской области. И в муниципальную сеть образования входят 50 школ, 67 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Встреча позволила педагогам двух стран обменяться опытом и положила начало развитию совместной научно-исследовательской деятельности. В свою очередь в апреле руководители Одинцовских школ планируют отправиться в Китай для знакомства с их системой образования.